И давай мы идем туда, где есть информация о том, что такое карма. Каким образом, давай начнем с того, каким образом формируется ресурсная травма, исходя из кармы человека. Что такое карма вообще как таковая? Зачем она нужна? Все, что можешь сейчас выдать по слову карма, что лежит перед углублением в тему, постарайся изъять информацию. Что такое карма? Зачем она? Как она в ресурсную травму поступает? Точнее, ресурсная травма поступает из кармы. Наоборот. Да, накачивает оттуда энергию. Карма, по сути, это такое накопление опыта души и проявление причинно-следственных связей одновременно. В принципе, в принципе, религии примерно ее объясняют правильно. То есть это какой-то переемственный опыт, но он не линейный. Более того, в каких-то участках он выглядит веерно. То есть как будто сразу несколько... Ну, если мы, допустим, оперируем там каким-то, типа, прошлыми жизнями, то, во-первых, это может быть условно целая жизнь и условно только кусок или эпизод. То есть условно человек проживает только один эпизод из этой жизни, и он записывается в карму. Но записывается тоже по-разному. То есть это может быть ситуация, которую нужно как будто завершить. То есть там стоит задача незавершенная, ее нужно завершить. Может быть опыт, как он встраивается в базовой настройке, как типа туда, где инстинкты. Как нужно в копилку опыт там для выживания, но не выживания именно человека, а вот этой структуры, ну там души, если угодно. То есть условно у нее там свои программы, и она встраивается в эти программы, а уже как будто отражение такое, эти программы встраиваются уже в нашу психику. Ой, это совсем другие программы. Они выглядят по-другому даже. Они как будто менее плотные. Их можно распознать. То есть когда смотришь программы человека, они имеют другую структуру. Сейчас я вернусь там много. Еще карма может как... Он тебе так сделала? Отдалживаться. Как-то не совсем понимаю, как это сейчас. То есть ее можно перекинуть на другого человека? Да, но тут как типа что-то типа договора. Может, ну, именно отдалживаться, потом возвращаться. Я не совсем понимаю, для чего такая система. Может, то есть она проигрывается, но потом как будто возвращается. Сейчас я попробую посмотреть, для чего это нужно. Она не берется. Она именно как берется на время. То есть это все манипуляция с опытом. Причем она выглядит, где-то идет линейно, потом веер. Линейно, веер. Это как какая-то структура. Сейчас. Как будто есть какой-то... Как будто есть этап забора этого опыта. И этап как переваривания. Он в спирали идет. Идет что-то как будто новое. И потом снова нужно вот этот веер раскрывать, брать этот опыт опять. Сейчас. Это просто хранилище опыта, карма. Но она задает, и там есть свои законы, по которым она действует. Сейчас. Смотри, если сравнить... Они не... Законы нестабильные. Они тоже как будто меняются в зависимости от этого опыта, который был. То есть карма сама меняет свои законы. Вот так. Смотри, если сравнить, например, вот человек живет жизнь, да? У него происходит какой-то событийный ряд, и душа играет в какую-то игру. Но жизнь человека по сравнению с жизнью души, да? Она неимоверно коротка. Там это... Вот как день. Вот у нас день сменяет ночь, день сменяет ночь, день сменяет ночь. Вот так и у души она меняет каждую ночь, каждый день тела, да? Новое тело ночью она меняет, день тела, ночь тела. И понеслось. Получается, что если душа играет в какую-то игру, которая ей интересна, то когда она просыпается утром в новом теле, да, в новой инкарнации, ей надо вспомнить, о чем же она занималась накануне. Может ли карма быть такой напоминалкой? Которая вернет и скажет, вот мы вчера закончили на этом, пошли дальше, отыграем вот это. Они все эти знания в доступе, да, там все в доступе. Они в снах. Если до какого-то момента сны просто показывают это все. То есть и пока человек это видит во сне, оно записывается в память. И из памяти это все можно достаточно легко достать. Но, как ты говоришь, душе вообще не обязательно, чтобы человек это осознавал. То есть она просто идет, там, ну если, допустим, ей надо доиграть вот эту часть брать, она просто идет и доигрывает, ей вообще фиолетовый человек особо там врубается, не врубается. Ну если врубится, то неплохо, там если поможет. А то может и затормозить, не каждый, ну... Но вообще это да, в доступе. То есть нету проблемы добраться до этого, потому что эти воспоминания, они могут быть заблокированы, но очень редко. В принципе они в доступе, мы просто туда смотреть не хотим. Но тут еще такая штука. Вот ты говоришь про день и ночь, это не совсем так. Она может протаскивать тело целиком в другое вообще измерение, в другую ту самую, если ей, допустим, нравится условно. Она может полностью копировать тело, допустим, через несколько поколений или вообще в каком-то другом этом самом... Даже там какое-то чувство юмора есть. То есть сразу со всеми... Со всеми наборами того, что надо. То есть это нелинейная, непоследовательная штука. И даже более того, как вот сознание души, оно тоже как на разных уровнях. И там, где верхнее сознание, оно не будет так менять быстро тело. Потому что в теле это вся карма хранится, условно. Ну часть, большая часть, тяжелая часть. И это значит, что доступ к вот этим навыкам, к этим скиллам условно находится именно в теле. И поэтому чем больше продвинутая условно там душа, структура, тем больше она будет стараться либо максимально скопировать, даже вот с этими генами тела, либо прям вот его целиком протащить в ту точку, которая ей нужна. Вот так вот менять тела, это один из таких низших вариантов. Именно развитие души. То есть это когда в теле нету ценности, то есть нету опыта, и оно не может проводить вот эти все скиллы. Тогда есть смысл его сбрасывать новое, сбрасывать новое. А если это все, ну как бы там уже много всего, то нету смысла в этом. Ну то есть тут вот очень такая утилитарная в этом логика. А что это такое Высшее Я с точки зрения души? Высшее Я тоже обладает сознанием, с ним точно так же общаешься. Оно качает эту энергию из ресурсных травм. Оно же Душе передает очки осознания, это функционал. Но зачастую у людей Высшее Я имеет такой огромный объем, что оно превращается в полноценное сознание, которое принимает решение за душу. И это очень часто встречается. Более того, мы вот уже встречали дважды случаи, когда Высшее Я принимает решение об инкарнации, и душа ничего сделать не может. То есть оно становится доминантным в игре. Сейчас. Но чинить его все равно приходится, если помогаешь, через душу. То есть она тогда говорит, какие программы Высшее Я вышли из-под контроля ее, и начинаешь работать с перепрограммированием Высшее Я, и потом это сказывается на заболевании, заболевание уходит. Но душа, получается, видит программы, видит неполадки, ничего сделать не может. А у нее нету такой функции. Сейчас. Это просто структура с разными функциями. Она более тонкоматериальна, чем Выше Я, душа. И, ну, это как пытаться подуть на бетонную стену, да? То есть... То есть условно... Сейчас. Это как нарушение обмена веществ в теле, примерно так между этими структурами. Сейчас я просто поднимусь выше и посмотрю оттуда, потому что там еще есть моменты. Душа не совсем... Ой, не совсем ее функция именно принимать решения. Ее функция больше как познание. Она ближе к тем структурам. А решение по большому счету принимает Высшее Я и... Даже не Высшее Я. Это коллективная все-таки штука. Это все структуры психики, вот именно когда объединяются. Но Высшее Я, я вижу, как оно выпучено, как на грыжу, похоже. Сейчас. Ага. Мне нужно увидеть ту еще одну структуру, которая... Сейчас. Потому что... Вопрос в том, что... Блин. Сейчас. Сейчас. Так лучше. Есть еще какая-то дополнительная структура, которая за ним включается? Да. Ну, даже сейчас, сейчас, даже не так... Ну, это даже сейчас не так важно. Она как будто регулирует вот эти вот взаимоотношения. Да, получается, когда Высшее Я вот так выпячивается, она нарушает связь тела с душой. Сейчас. Воля лежит в этой плоскости, ближе к Высшему Я. Поэтому душа ничего не может сделать. Принятие решений и воли, это как бы в его юрисдикции. Но по большому счету, это должно быть именно общее решение. То есть даже должен учитываться интеллект тела, который оба не учитывают. И вечно об этом спотыкаются. То есть... Что такое интеллект тела сразу? Это прослойка в утроброде. Там есть информация на эту тему. Там вот как раз, там обрабатываются вот эти все опыты, да, вот кармические. И вот это то, что мы называем интуицией, да. То есть... Мы называем интуицией, это когда мы слышим душу. Но на самом деле это когда мы слышим тело. Это такая какая-то очень странная структура. Ну, это можно сравнить с каким-то мышлением. Можно. Но оно такое совсем... Оно такое чуждое. Но оно очень важное. И получается, когда... Короче, получается условно борьба за тело. Ну, интеллект тела — это то, что помогает там, допустим, ходить. Вот, допустим, ребёнок научился ходить и ходит, там, ездит на велосипеде человек. Ну, это да, это его базовые функции. Но на самом деле нет. То есть там есть высшие функции. То есть одно из функций. Есть высшие функции, которые практически, ну, недалеко на уровне, как, допустим, ну, от сознания, да, того сознания, что мы привыкли в себе, да. То есть это просто другая форма сознания. Самая такая нестабильная форма сознания как раз у души. Но у неё другая функция. У неё это, ну, как бы, ей это и не нужно. И получается, что сознание контролируется волей. Ой, какой-то такой клубок. А воля в этой всей штуке, она двигатель, она первична. То есть она куда пихнёт, туда все эти ребята и завалятся. Короче, недостающий кусок — это вот это сознание тела, которое игнорируют. И получается, что Высшее Я, оно ставит цели, оно ставит задачи, и оно пихает. А душа, у неё свои условно задачи. Но там больше не задачи, там больше как познание всё-таки. Задачи познания. Они могут быть, да, они могут быть, как бы, совмещаться с этими, с Высшим Я. Могут идти в разрез. И тогда она пихает в другую сторону. Но тело, вот как раз, чтобы оно его не разорвало, вот этот кармический опыт в нём прошит. И вот он даёт вот этот условный интеллект, сознание, тело, неважно. Для того, чтобы эту систему просто пополам не разорвало вот этими тонкими структурами. И это ещё не все структуры, там ещё есть. Получается, интеллект тела прошит конкретно в другом виде, между Высшим Я и Душой? Оно скорее вот так идёт. Сначала тело, потом Высшее Я, потом Душа. Не между. Оно как... Точнее как, оно выглядит вот так. То есть тело и с одной стороны Душа, с другой стороны Высшее Я. То есть функцию, действительно, Высшее Я иногда выполняет перегонно, но выглядит это скорее вот так. И поэтому, когда они вот в разные стороны, тело может конкретно колбасить. То есть проблема в том, что, например, часто Душа хочет выполнять функцию Высшего Я, принимать там какие-то решения, не касающиеся познания. Тогда получается расколбас. Или Высшее Я, допустим, прёт в другую сторону, когда там, ну, когда у Души стоят задачи, там что-то ещё познать. То же самое. Вот. Тело идёт своим этим, потому что у него зашит опыт, ему надо, чтобы у него там основная задача, чтобы вообще вся эта машина ехала, и ехала куда надо. Причём, похоже, оно лучше всех знает, куда надо. То есть какой-то такой момент. Причём оно, знаешь, там как такая машина, она обрабатывает вот эти вот опыты и делает какие-то вот причины-следственные связи, не всегда нам понятные, но оттуда оно идёт к Душе. То есть Душа может как бы только понять переваренный в тело опыт, грубо говоря. То есть там такая как кастрюля большая. И получается, если мы идём в карму, то мы конкретно идём в тело и работаем именно с этим опытом. То есть мы можем отключить там какие-то функции, там это нам, допустим, не надо, там что-то подключить. То есть по сути это вот опыт, ну... И, кстати, здесь можно и внешность менять тоже через карму. Офигеть. Логики никакой, но как-то можно. Сейчас. Через неё идёт доступ к информации. В принципе, по сути, да, коллективная. Ну да, чем больше опыт, тем она проще проходит. Короче, есть такая структура, которая по типу вот этих нейронных сетей. Только она где-то прошита как в тонких телах. И она отвечает за вот эти вот... За активацию вот этих кармических каких-то штук. Там есть просто очень много всего. Это вот я один с одной стороны. Потом душа ещё может давать задание туда вниз. И типа вот мне надо этот опыт. И оно ищет там, допустим, где-то опорную точку. И давай молотить карму. Причём иногда вот такой забавный случай. Короче, типа молотит одну и ту же карму. Прям даже прям подсовывает. Типа там короткая жизнь какая-то. Да, вот чел вот живёт почему-то в пустыне. Вот просто как пример сейчас вот информация идёт. Он там живёт, допустим, 5-10-20 жизней. Коротких жизней. И душа всё никак, блин, там не достанет этот опыт, который ей надо. Тело исправно даёт эту карму. Пока вот высшее я не это самое. Не говорит, слушай, ну как бы... Ну вот на наш уже язык перекладывая. Слушай, ну, блин, тут вообще очевидно вот так. Это вот то, что интеллект даёт переваривать и даёт этот опыт душе съесть. Душа такая, о, Семён Семёныч, да? Точно. То есть вот ещё вот эту функцию выполняет высшее я. То есть оно помогает, по сути, переваривать этот опыт. У неё как будто вот с интеллектом, ну, так себе, да? Интеллект на другие структуры сброшен. А он нужен именно для переваривания опыта. Когда оно становится более как бы понятно, вот, оно становится осознаваемо. То есть понимает высшее я, осознаёт душа. То есть сначала, да, и вот это вот, вот это вот, весь этот суп она уже съедает. И вот здесь может быть перекос, потому что в структуру души прописывается, что высшее я лучше знает условно. И она себе этот момент перепрописывает. Там больше даже похоже на какой-то такой типа искусственный интеллект. Потому что у души там тоже есть свои какие-то градации, где есть условно, ой, там тоже такой бутерброд. Вот, тоже как интеллект души, как душа души, что-то такое. А это переход на следующий уровень. Угу. Разно со следующим уровнем. То есть, ну вот, да, вот оно так, блин. Если бы это можно было в 3D зарисовать, вот оно в 3D. Можно бесконечно рассматривать. Ты мне дай какое-то направление. Можно ли душу считать паразитарной структурой относительно человека? Она заходит с другого матричного уровня. Это скорее симбиот. Это симбиот. Это не паразит. Но в том смысле, в котором ты имеешь, частично да. Но это симбиот. Это не структура, как будто не изначальная. О, как интересно. Сейчас. Я не просто так спросила. Те же самые подсадки мы чисто распознаем паразитарными. А мы встречали подсадки, которые практически ничем не отличались от души. То есть, как будто две души в одном теле, но одна из них была лишняя. И блокировала ту, которая была первой. Встречали, когда не было души вообще. Видишь ли, есть некое ядро вот это. Но это не душа. Ну, не то, что ты сейчас имеешь в виду. Вот оно действительно не меняется. Ну, как бы, то есть оно меняется, развивается. Но это в том-то и дело, что это не душа. Это какая-то цельная структура. А все остальные структуры, как будто на нее, ну, как прицеплены, да. С определенными функциями. Вот давай мы это ядро сейчас рассмотрим. Где это ядро находится, какой матричной структуре оно относится. И пойдем в него. Оно сразу во всех. Это есть сознание? Или есть нечто другое? Оно захватывает сознание, оно как будто шире. Это есть Бог? Что это такое? Как назвать это ядро? Мы сейчас на наблюдении можем смотреть все, что угодно. И да, и нет. Нет, я вижу это, это четко видно. Как бы, с одной стороны, и да, и нет. То есть это как условно, если бы часть Бога обрела какую-то самостоятельность, но при этом отделилась и не отделилась сразу. Похожа на медузу. Похожа на медузу. И души похожи на медузу. То есть есть шляпка, а есть щупальца. И вот эти щупальца, они до чего-то дотрагиваются, получают этот опыт, отправляют импульс в шляпку. То есть и души по этому принципу действуют. И вот это вот ядро. Короче, душа это как... Вот если человек это один вид, то душа это другой вид. Ну, по сути, они все как бы работают на одну и ту же функцию. То есть изначально они все равно просто приходят в какую-то вот... Просто в какую-то энергию. Такую живую. Ну, вот это, наверное, то, что есть Бог, я не знаю. Просто там энергия, и просто в этом виде, в виде энергии она ничего не может сделать. И поэтому она как создаёт вот эти вот виды, которые могут это вот что-то познать. Ну, по сути... Ну, по сути, самого себя познать. Там только одна задача. То есть он как бы хочет вот так познать себя. И он как будто в какой-то момент соединил. Точнее, они сами как соединились, эти структуры. То есть условно там, не знаю, там души отдельно познавали, там люди отдельно, там кто-то ещё отдельно. А сейчас оно, вот эти структуры соединились просто. И получилось вот то, что сейчас у нас, и ещё должны присоединиться. То есть оно постоянный процесс объединения и разъединения. Это как будто единственный принцип, что можно как-то познать через этот. То есть оно как будто другого принципа не знает. Да, и сознание выделено как раз для того, чтобы найти какое-то другое что-то отличное от того, что оно знает. Сознание, структура, оно отделённое от Бога, получается? Или это и есть структура Бога? Это всё есть. Оно одновременно отделено и неотделено. То есть оно, ну, оно... Нам ближе понятие, что оно отделено. На самом деле, как бы одновременно и то, и другое, но нам понятнее, что отделено. То есть, грубо говоря, выделено какое-то игровое холик, или сознание, да? Вытянутое щупальце, которым он трогает. Вот так. Типа такого. Хорошо. Нарисовала образ Бога, вытянутое щупальце. Ну, извините. Ну, лучик солнца, можно, золотого. Но больше похоже всё-таки на щупальце. Хорошо. Блин, ну, мне тогда хочется спросить, так что есть Бог? Ну, я это чувствую как просто энергию, всё. Просто энергию, которая... У которой есть одно желание себя вот узнать. И она вот это вот всё сотворила, просто тут тупо поиграть. Ну, вот узнать, что я есть, всё. Ну, я не вижу там, там глубже, вот идёшь, там просто ничего нет. Там просто тупо энергия, всё. Пожалуйста, смотри, никто не запрещает. Вот, на. Типа, может, посмотришь, что-то узнаешь, мне полегче узнать будет. Такое вот. Никаких тайн, ничего, просто энергия, всё. Просто она не дорубает, как она вообще создалась, и почему, ну, почему вот какие-то у неё есть функции там творить, узнавать, что-то там. Не дорубается, что она есть, по сути. Это функция, ну, это структура, какие функции у неё. И у неё единственный вопрос, вот, по сути, что я есть, всё. Такое себе воплощётное любопытство. Вообще, чем дальше заходишь в лес, тем больше дров. Теперь все эти дрова надо приложить к материальной реальности. Наиболее удобоваримым образом. Вот есть конкретный человек, взрослый, у которого есть конкретное заболевание. Это заболевание связано, ну, вот, например, та же самая онкология, да. Будет задействована высшее я, будет задействована эго, программа ума, будет задействована душа. Скорее всего, будет конфликт души и высшего я, либо конфликт души, высшего я, эго, ну, вот я из опыта говорю, да. То есть психические структуры в дисбалансе, если говорить нормально. Одна другую не слышит, конфликтует, есть какие-то конфликтующие программы, и понеслось. И если работаешь со взрослым человеком, да, со взрослым человеком, у которого уже душа отыграла какой-то промежуток жизни, то чем больше душа отыграла в этом теле, тем ниже вероятность, что у человека есть возможность помочь заболеваниям, что проявится отмена заболевания. А если это ребёнок, когда душа только пришла, и у него вдруг появился даже самый тяжёлый недуг, то там вплоть до копирования с параллелей всё работает на то, чтобы ребёнок поправил. И вот у меня всё время стоит вопрос, неужели разница в 30-40 лет в игре, в теле, для души настолько глобально важна, чтобы отказаться от этого тела? Либо же там уже вмешиваются другие структуры, например, которые нашли развитие за жизнь, и они просто тупо не дают ей восстановить это тело. В чём причина? Причина как раз в теле. Оно хочет на кладбище? Там есть вот эти законы кармы, если хочешь. Представь, что... Представь, что ты апгрейдишь машину для какой-то там функции определённой. Там, не знаю, например, гонять стритрейсинг. Вот ты там заменила детали, всё. Что-то активировала, что-то раскачала. И тут тебе говорят, что... Значит, теперь это будет трактор. То есть ты представляешь, сколько нужно усилий, чтобы эту машину переделать в трактор. То есть это, в принципе, возможно, если там, не знаю, какой фанат в гараже это всё делает. Но это не будет быстро, потому что уже активировано, уже перепрошито, заменены какие-то опыты, какие-то скиллы и так далее под эту задачу. А у ребёнка такого нету, потому что у него, по сути, ещё не активированы под задачу вот эти все вещи. Так смотри, вот прошлое, вот под стритрейсинг. Ну тут, как бы, если ты легко меняешься, как бы, ну и спокойно переделывай. Другое дело, что уже не хочется ничего менять. Это это имеется в виду или что? Нет. Сложно. Чем больше человек прожил, тем больше у него заменены детали. И, ну, это может быть совсем другая, ну, совсем другая конструкция. И получается, что если ему надо вернуть, как было, то опять надо всё заменять. А там у этих деталей, опять же, есть там, условно, там, срок годности и так далее, и так далее. То есть, ну, конструкция может не выдержать такой замены, вот и всё. А у ребёнка этого нет, у него, по сути, только, только верх. Ну, там ещё ничего не активировано, то есть там всё лежит ещё в упаковке. Что хочешь, то и открывай, ну, условно. Но здесь можно именно тело сдействовать. То есть, вот здесь как раз работа идёт вот через именно тонкие структуры тела. То есть, да, вот это программное обеспечение, это по-любому. Ну, вот именно какие-то вот программы тела, даже какие-то законы, по которым вот там кровь двигается условно, там ещё что-то. Вот оттуда надо заходить. Это вот этот вот... Короче, через биос. Ну, там надо уровень доступа соответствующий. И вот там можно потихоньку менять, то есть, меняя вот эти законы, да, то есть, это как надо. Получается, надо так, чтобы эта машина продолжала тарахтеть, но искусно при этом заменить все части, да. То есть, что-то временно там подставить, что-то там это самое. То есть, это вот такая вот работа, ну... То есть, как её не завалить и в то же время её полностью поменять. То есть, это надо смотреть в каждом, ну, конкретном случае. По системам или по законам вот этим, по которым тело работает. То есть, это там надо смотреть. То есть, вот в данном случае программное обеспечение, оно скорее как поддерживает, там, обеспечивает условно гараж и инструменты. А вот эти вот замены, это уже на уровне тела. Ну, это у взрослых людей. Ну, как ты говоришь, у детей там проще просто распаковал, что надо, и активировал, и всё. Ну, ты уже обратила внимание, что у детей всё работает на порядок быстрее. И у детей тогда интересный вопрос, если вернуться к карме. Планировалась одна карма, потом выключаешь, и кармы нет, и вообще формируешь новую историю. И Высшее Я дальше подгонит другую карму под другую историю. Им вообще похрен, что подгонять. То есть, мы уже скольким детям вкинули совсем другие сценарии жизни, и Высшее Я и Душа ради того, чтобы остаться играть в этом теле, они на всё это соглашаются. И Высшее Я принимает вплоть до того, что даёт детям возможность осознанного выбора брака, детей в браке, истории развития их жизни, реализации. То есть, был один сценарий, что он там печки-лавочки делал, а в другом сценарии уже лечек. И эти детали, всё равно они лежат в пределах опыта этой кармы. Потому что там миллионы этих опытов. Там действительно можно выбрать условно что угодно. Но если посмотреть на суть, это не что угодно. Это всё равно в пределах кармы. Другое дело, что сейчас у каждого вот эти вот доступы уже, ну как бы накручены столько этих кармических кругов или спиралей, что можно добраться практически до чего угодно. Плюс вот эта система, которую пока надо, ну, надо, наверное, отдельно рассмотреть. Вот этого отдалживания кармы. Вот именно отдалживание. Она как бы даёт вот эту мобильность. Но это надо отдельно. Я не совсем сейчас понимаю, в чём она заключается. Как, типа, знаешь, как флешку взять, попользоваться, отдать, типа. Такое. То есть, если есть флешка кармы, то есть флешка уже и жизненного опыта, которую можно дать, попользоваться и забрать обратно? Ну, по сути, да. То есть, по сути дела, все структуры бутерброда можно отдельно брать, попользовался, у себя распаковал и вернул другому лицу. Да, я пока не понимаю, для чего возвращать нужно. Но да, то есть ты, получается, таким образом, пока ты пользуешься, ты нарабатываешь свой опыт. То есть ты его не копируешь, а ты как бы на его основе, наверное, поэтому типа возврат идёт, на его основе ты приобретаешь свой. То есть пока ты приобретаешь, он как будто бы твой, вот, чужой, да. Но для того, чтобы он заработал, он должен быть реально твой. Поэтому на его основе ты приобретаешь свой. Какая-то система, она ведь похожа на копирование, но не совсем. То есть ты не можешь напрямую это взять. Так, Наташка, давай сейчас отключимся от карли, вдох, выдох. Спасибо. Спасибо.